Потрясающий эффект у советской пропаганды. Государства советского давно уже нет, а люди продолжают рассуждать с советскими стереотипами. Самый распространенный стереотип – это проклятый Запад, конечно. В советские времена нам с утра до вечера пудрили мозги сказками о коварном Западе. Во главе с США корни зла для всего человечества, чтобы держать нас в постоянном напряжении. И им это удавалось. Наши родители готовы были мириться с любыми невзгодами. И как молитву повторяли часто – «Господи, только бы не было войны». Но вот Советский Союз распался. В 90-е кризисные годы коварный Запад в лице США оказал гуманитарную помощь России сотнями тонн продовольствия. Но русские, конечно, это давно уже забыли. Но вот наступил 2000-й год, к власти пришел ГБшник Путин, и внешнеполитический курс России стал потихоньку меняться. Путин с тех пор использует проверенный годами советской властью способ отвлекать свой народ от насущных проблем демонизации Запада как источника всех бед России. Путинизм оказался заразной вещью. Миллионы путинистов, русских, нерусских, во всем мире охотно верят в эти путинские сказки о проклятом Западе. И верят охотно в это рашисты, которые живут именно в этих западных странах. И что самое интересное, российские путинисты и путинисты, живущие в странах бывшего СССР, когда у них есть такая возможность, они стараются эмигрировать туда, в западные страны. Женщины русские едут рожать в ненавистные западные страны, чтобы ребенок после рождения получил гражданство этой самой ненавистной страны. При всем своем патриотизме куда-то девается их национальная гордость. Ну а российских капиталистов и политических деятелях России, которые имеют движимое и недвижимое имущество в этих западных странах, счета в зарубежных банках, а также их детях, живущих в этих самых ненавистных западных странах, знают все. И по поводу вот этого обстоятельства, беззастенчивого лицемерия рашистов, я не встречал ни одного комментария. Они почему-то стараются избегать вот этого обсуждения вот этого момента. Наверное, потому что крыть нечем. Тут вспоминаются стихи Лермонтова «Люблю отчизну я, но странную любовью, не победит ее рассудок мой». Еще один довольно распространенный стереотип это тот, что мы, бывшие советские республики, должны держаться Россией. Я не против добрососедских отношений. С соседями надо жить дружно, это аксиома. Но я против диктата доминирования одной страны над другой. Сейчас путинский режим старается держать в орбите свое влияние все страны постсоветского пространства. По принципу «кто не с нами, тот против нас». Война в Украине тому подтверждение. Союз с Россией мы уже проходили. Ничего хорошего нам это не сулит. Наши пророссийские блогеры, которые любят рассуждать о геополитике и коварстве англосаксов, говорят, мы будем под ядерным зонтиком России. А зачем нам ядерный зонтик России? Мы ни с кем не собираемся воевать. И потом у России уже был шанс в 20 веке под названием СССР, который потерпел фиаско. Советский Союз за свои 70 лет так и не стал развитым самодостаточным государством. А Россия и сегодня не входит в число развитых стран. Спрашивается, так зачем так пыжится-то? Если с ней считается, это не говорит о том, что у ней есть международный авторитет. Вся проблема в том, что Россия обладает огромным ядерным потенциалом, который представляет определенную угрозу для мира. если образно выражаться, Россия мне представляется маргинальным видом мужиком, без штанов, но с огромной дубиной, которую он постоянно размахивает и угрожает всем. Самое скверное то, что мы, я конкретно сейчас говорю о Казахстане находимся в зависимости от России. Хоть мы и твердим, что мы независимое государство, суверенное, но на самом деле, фактически, мы находимся в зависимости. В этом вся проблема. Друзья, YouTube отключил нам монетизацию, посчитав наш контент неугодным, поэтому дальше будем двигаться исключительно с помощью вашей поддержки, как вы можете нас поддержать. Первый способ. Почти все мы делаем покупки на международных маркетплейсах, такие как Алиэкспресс, Амазон и прочее. Каждый раз, когда решаете совершить покупки в этих интернет-магазинах, вспомните нас и переходите туда именно по нашим ссылкам. Вы совершаете свои привычные покупки и ничего не теряете, ну а мы получаем небольшую комиссию от продаж. Второй способ. Если вы намерены покупать и продавать криптовалюту, то вам нужна популярная и надежная биржа. Мы рекомендуем биржи, которым пользуемся сами. Регистрируйтесь в них по нашим ссылкам. Все ссылки будут в описании и в закрепленном комментарии. Спасибо. Вы уже видели эту фотографию, где русские крестьяне стоят на коленях перед американскими чиновниками? На этой фотографии жители Самарской губернии благодарят американцев за гуманитарную помощь стоя на коленях. Вы удивитесь, но величие их на этом не заканчивается. Спросите у русского, сколько раз за последние 120 лет коварный Запад спасал их от голода. А пока он будет хватать воздух от возбудившегося величия, скажите ему, что Российская империя это единственная империя за все времена, когда эту империю несколько раз спасали от голодной смерти и делал это злой и коварный Запад в лице США. То есть империя была настолько слабой и отсталой, что в 17 губерниях это 36 миллионов человек умирали от голода. Сотни тысяч тонн муки, одежды и медикаментов на десятки миллионов долларов отправлялись из США в Российскую империю. Первый раз это было в 1892 году. Дальше интересней. Следующий раз уже в 20-е годы голод охватил 35 губерний с населением в 90 миллионов человек и злой и коварный Запад поставляет продуктов на 78 миллионов долларов. Но об этом за поребриком не упоминают ни в книгах по истории ни в учебниках ни тем более по ТВ. Третий раз в рамках Ленд-Лиза во время Второй мировой 70% всех продуктов были поставлены Западом не считая оружия, одежды, медикаментов и автомобилей. Без этой помощи советские солдаты просто умерли бы от голода по пути на фронт. Четвертый раз не последний. Коварный Запад спасал Россию от голода в 90-е поставляя продукции более чем на 100 миллионов долларов. Возможно, вы слышали про ножки Буша. Эти куриные ножки из Америки были для тех, кто вскоре начнет писать на ржавых жигулях, что могут повторить. А я верю, они могут это повторить. Примерно через 15-20 лет они снова попросят помощи у коварного и злого Запада. Напишите в комментариях, как думаете, в пятый раз будет США спасать их от голода.